К молитвенной памяти о предках призывает нас Церковь, к памятованию о жизни и трудах тех, кто созидал наше Отечество и Великую Державу и Малую Родину. А как помнить тех, с кем мы не были знакомы, чьи имена нам неведомы, кто жил десятилетия, а то и столетия назад? Ответ на этот вопрос знают участники конференции, которая сегодня начинает свою работу в Екатеринбурге. Ее организаторы – Уральские, историко-родословное, генеалогическое и церковно-историческое общество, областная универсальная научная библиотека, российский государственный профессионально-педагогический университет и информационное агентство ТАСС. Ежегодно в ноябре для родоведов, краеведов и историков Уральского региона горячая пора. Уже 18-й раз они соберутся на научно-практическую конференцию. В преддверии форума прошла пресс-конференция, на которой стало ясно. Генеалогия и составление родословных актуальны и в 21 веке. Мир ощущений изменяется в результате генеалогических исследований. И появляется уверенность, за плечами стоят многие поколения предков. Мы создавали этот мир, мы осваивали Урал, мы развивали экономику. И внесли не только мы, но и наши предки большой вклад вообще в жизнь, в мир. И от этого ощущается ответственность за то, что будет дальше. О потенциале генеалогической науки говорили сегодня в пресс-центре информационного агентства ТАСС. Речь шла о пилотном проекте «Мир. Моя история рода», проводившемся в школах Екатеринбурга и области. Более 6 тысяч ребят приобщились к проекту. Родители и учащиеся единодушны. Такие уроки в школах нужны. В подтверждение отзывы самих школьников. Интересно. Узнал, что родителей надо любить и уважать. Узнала, что важно знать своих предков. У моего рода очень богатая история. У меня много родственников, даже тех, кого я не знаю. Что доступны архивы, что есть сайты, на которых я могу найти информацию. И что изучение родословно – это доступная возможность. Педагоги отметили, что 93% учащихся проявили интерес к участию в проекте «Мир». Отметили интерес самих членов семьи. Заинтересованность в изучении родной истории отмечают педагоги. И это одна из главных целей организаторов проекта. Сверхзадача нашего проекта – это пробуждение живого интереса к истории. Потому что когда человек узнает историю своей семьи, знает по именам своих предков, знает, чем они в жизни занимались, у него появляется больше интерес к истории, так называемой большой истории. Он знает, в чем участвовали его предки. Стрельство заводов, какие-то войны, это могут быть массовые политические репрессии. История становится своей историей. И для нас очень важно, конечно, что этим занимались не только школьники, а вся семья. Вот это особенно, конечно, дорого. Это укрепляет семью. И это укрепляет связи семьи и школы. Что есть в каждой культуре, культуре каждого народа мира – это ценность семьи. Это вот тот фундамент, это тот цемент, который связывает поколения. И вот это то, что никогда не должно предаваться ни сомнению, ни забывению. И вот этот посыл несет удивительный проект «Моя история рода». Я бы начинал бы историю родины, а честно бы изучать вот именно вот таким вот образом, через свою семью. Тогда ребенок понимал бы, что это мое живое. И мы научились вот в рамках этого проекта перекидывать мостик в прошлое. То есть мы такие мосты навели с детьми, с педагогами, с родителями, что сейчас мы буквально гуляем туда-сюда. Изучение истории своего рода, составление родословных объединяет людей разных поколений. Старшим, оказывается, есть что поведать младшим членам семьи. Можно вспомнить старые семейные предания, ускользающие год от года. А младшим интересно узнать, какова была жизнь их прабабушек и прадедушек, чей пример может стать путеводным. Отчасти мне помогала моя мама, потому что она раньше увлекалась этим сильно. Я звонила своим родственникам, узнавала информацию о их жизни. Чтобы узнать информацию о мире, о самом Урале, о моем городе, я заходила в библиотеки школьные и в интернете тоже брала информацию. Я делала долго, но мне понравилось. Я очень заинтересовалась, спросила у родителей. У родителей было достаточно фотографий, уже даже на три поколения. А дальше мы начали звонить разным родным. И родные, у них тоже были фотографии, и свои родные. И таким образом находил очень много информации о своем роде. Всем разослали по почте, древо, все. И сейчас все мои родственники очень заинтересованы этим проектом. После подведения итогов проекта «Моя история рода» юному поколению родоведов вручили награды. Сразу несколько школьников разного возраста поделили между собой первые четыре места творческого и научного конкурса. И вручили специальные памятные медали. И уже сегодня в областной библиотеке Белинского к работе приступили взрослые генеалоги. Мы открываем Уральскую родоведческую конференцию. Это уже 18-я конференция. Она является общероссийской, с международным участием. Собираются участники разного социального статуса, разного образовательного уровня. То есть это и доктора наук, это и просто рабочие педагоги, журналисты, библиотекари, музейщики, пенсионеры. Представительство Свердловской области будет наибольшим. Ну и соседние регионы – это Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган. На протяжении следующих двух дней родоведы обменяются результатами своих исследований, открытиями и методикой работ. Вход на главное мероприятие года уральских генеалогов свободный. Оно пройдет в конференц-зале библиотеки Белинского. Субтитры создавал DimaTorzok